Здравствуйте! Разговор об истории почтового ящика у нас с вами уже состоялся. Однако в истории почты ящик для корреспонденции изобретение довольно молодое. Ему не больше 400 лет. Ну а самой почтовой службе больше 4000. Так вот, о почтенной истории почты давайте сегодня поговорим. Но сначала разберемся с самим словом почта. Русская почта заимствована через польскую почту из итальянского языка. В итальянском «поста» означает не только саму почту, но и место остановки, а также стоило для лошади. Остается всего один шаг до латыни, где мы уже находим «эквитэспозити». Так во времена августа называли верховых посыльных для доставки почты. Ну а свое имя эти верховые почтальоны получили по расстановке лошадей на определенных стоянках – «позита мансио». «Стацио позита ин» на латыни означало «станция, расположенная в таком-то месте». От этого латинского слова «позита» вероятнее всего и произошло слово «почта» в различных европейских языках. «Поста», «пост», «пост». Когда возникла почта? Иногда ее родословную возводят к самым ранним системам коммуникации – сигнальным барабанам или дыму костров. Возможно, так оно и есть. Но нас интересует та почта, которая уже имеет дело с письменными текстами. Это уже совсем другое дело. Текст можно передать на самые далекие расстояния. Но сколько ни бей в барабаны и ни жги костры, до дальнего адресата ведь не докричишься. Вначале письменная связь была редкой и эпизодической. Однако с развитием государств их правителям требовалось все больше и больше информации о положении на подвластных им территориях. И тогда почтовая связь стала развиваться и приобретать упорядоченный характер. Первоначально почтовые службы использовались в основном в военных целях и не предназначались для штатских лиц. Таковыми были службы сообщений в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне и Персии. Но как же направляли эти древние послания? Для почтовых нужд использовали гонцов. Институт гонцов появился уже в античное время. Письма пересылались сначала пешими, а потом и конными гонцами, как правило, по принципу эстафеты. Ведь одному человеку бежать на далекие расстояния трудно и неэффективно. Гонцу необходим отдых, а отдых – это время. В Древнем Египте профессиональные гонцы существовали уже в эпоху XII династии, то есть в начале II тысячелетия до н.э. Почтовые бегуны разносили прежде всего царские приказы. Сохранился папирус, датированный серединой III века до н.э., в котором сделаны записи о доставке почтовых отправлений одним посыльным. Подобная высокоразвитая почтовая система вскоре стала распространяться в других странах. В Персии почтовое дело получило особое развитие в царствовании Кира II. Это вторая половина VI века до н.э. Здесь сообщения передавали главным образом через конных гонцов ангаров. Из описания Геродота и Ксенофонта известно, что при Кире II на важнейших дорогах были установлены почтовые станции, удаленные друг от друга на расстоянии дневного пробега лошади. В Китае почтовая служба возникла еще в первом тысячелетии до н.э. при династии Джоу. В те времена почтовое сообщение поддерживалось с помощью 80 гонцов и 8 главных курьеров, для которых на расстоянии 5 километров были устроены постои для питания и на большем удалении пункты для ночлега. При монгольской династии Юань, правившей в Китае с конца XII века по 1368 год, Поднебесная приняла почтовую систему Яма, основанную еще Чингисханом. По сообщениям Марка Пола, в Китае конца XIII столетия уже насчитывалось порядка 10 тысяч почтовых станций. К тому же доставкой частной корреспонденции была занята особая служба почтовых гильдий. Заметим, что эта ямская система связи была введена монгольскими завоевателями и на Руси. В нашем Отечестве монголы учредили так называемую ямскую повинность для организации перевозки государственных чиновников и грузов. Но об истории Отечественной почты мы поговорим особо. История европейской почты, как, впрочем, и почти все европейское, начинается в Древней Греции. Правители городов-полюсов Древние Лады для передачи сообщений имели в своем распоряжении пеших скороходов-гемеродромов, что дословно означало «бегущие целый день». Эти гонцы-бегуны преодолевали за час расстояние в 55 стадий, около 10 километров, а за один рейс – 400-500 стадий. Кстати, древнегреческих гонцов также называли ангелой, то есть вестники, посланцы. Ну а в библейской традиции так уже именуются божественные вестники – ангелы. Самый известный из древнегреческих ангелов – Филиппит. Согласно Геродоту, в 490 году до н.э. он был послан афинскими стратегами в Спарту с просьбой о подмоге в войне с армией персидского царя Дария. Практически за одни сутки Филиппит преодолел расстояние в 220 километров. По другой версии, у Плутарха и Лукьяна этот Филиппит принес в Афины известие о победе над персами в битве при марафоне «Радуйтесь, Афиняне, мы победили!» и «Умер от истощения». Это расстояние было значительно меньшим – порядка 42 километров. Но их состояние после долгого и скорого пути было действительно критическим. Так у Аристофана в комедии «Птицы» гонец пребывает настолько запыхавшимся, что не может даже без запинки спросить, где находится тот, кому он послан. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-да пошел начальник Писфетер. Древний Рим, вероятно, заимствовал почтовое дело у персов. Богатые патриции, владевшие многочисленными рабами, имели и собственных гонцов. Существовали в Риме гонцы для правительственных и частных целей – курсорос, вьяторес и табеларии, от табелла – дощечка для письма. Были и частные предприниматели, отдававшие в найм повозки и вьючный скот. Основой собственной государственной почты заложил Гай Юлий Цезарь. Но оформилась и получила значительное развитие римская почта при императоре Августе в преддверии нашей эры. В те времена почта называлась «Курсус публикус», то есть «Государственная почта». Она была подчинена непосредственно императору и не предназначалась для частных посланий. Впрочем, в виде исключения на основании особых разрешений государственной почтой могли пользоваться и другие лица. Императорская почта могла быть курьерской, ее доставляли верхом или на легких повозках быстрыми лошадьми. Но практиковался и более медленный способ – на двухколесных повозках, которые были запряжены буйволами. По морю почту, разумеется, развозили на кораблях. А в крупных центрах империи были организованы почтовые станции – Мансионес, а позднее – Стационес. Эти станции обыкновенно отстояли одна от другой на день пути, а служили они для отдыха и ночевки всадников и возниц. Вдоль наиболее оживленных дорог на станциях содержалось по 20-40 упрежных лошадей и мулов. Благодаря превосходной сети дорог, а также безопасности и порядку, Римская почта могла обеспечить оживленные трафикорреспонденции. А расстояние от окраин империи – Британии, Усть-Рейна, Балкан, Кавказа, Малой Азии, Палестины и Египта – послания преодолевали по тем временам на удивление быстро. Из важнейших провинций известия поступали в Рим ежедневно. Система «Курсус Публикус» продержалась вплоть до падения Западной Римской империи. А в Восточной Римской империи Государственная почта просуществовала приблизительно до 520 года. Ну а о том, как путешествовали письма после падения Рима, вы узнаете в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Субтитры подогнали Симон.